Приветствую, и ответом на ваш первый вопрос будет нет, потому что именно безразличие к вам здесь никак не проявляется. Безусловно, мужчина зависит от своих родителей, это факт. Безусловно, мама заботится о нем, это тоже факт. И исходить их надо вот из чего. Какие у вас отношения с его мамой, как вы с ней взаимодействуете, хорошо или плохо. Если плохо, то одно, или хорошо, то тогда он понимает, что мама в любом случае ревнует этого сына к вам. И на подсознательном уровне осознает, что вы ей соперница. То есть, мужчина все время жил с ней, взял внимания только ей, теперь появились вы, и все внимание маме не достаётся. Соответственно, это и вызывает ремень. И нужно относиться к этому спокойно, понимать, что женщина постарела уже, что хочет отчаяния, за ты не заботиться, и значимость своих не терять, и руку на пульсе держать, и вообще всячески влиять на то, что происходит вокруг нее. И, естественно, она старается так делать. Конечно, не совсем понятно, почему мужчина не мог поспать с вами, не совсем понятно, почему вы отдыхаете на разных сторонах кровати. Вот этот вот смысл этой фразы не очень ясен у вас. Есть интимная близость или нет? Если нет, то почему вы состанетесь с мамой? В их смысле не вы лично, а вы с вашим молодым человеком. Ну, а объективно, объективно, конечно, могу представить, как вам неудобно, как вам некомфортно, какие у вас опасения, что мама будет диктовать свои условия и прочее. А вам, наверное, хочется отдельное жилье, отдельную квартиру и, собственно говоря, свое хозяйство. И вот из-за этого вы как бы разрываетесь, вы хотите быть с молодым человеком, но, с другой стороны, вы не хотите быть зависимым от ее, от его мамы. У нас здесь наиболее лучшим будет решение поговорить с вашим молодым человеком, поговорить все моменты, которые вам не нравятся и посмотреть на его реакцию. То есть, он вас любит, если он заинтересован в том, чтобы с вами быть, он, несловно, предпримет какие-то шаги, предпримет какие-то поступки для того, чтобы удовлетворить ваше желание. Но, если он остается, как он есть, вот тогда, да, тогда возьму битер отлично, и он ничего не будет менять просто, потому что его все устраивают. И тогда уже вам придется брать инициативу в свои руки и говорить, если ты хочешь быть самой, то давай жить отдельно. Потому что меня не устраивает, например, твоя мама, мне, если на другую конкурс, меня не устраивает, что мы спим, там, в парадных сторонах кровати и так далее. И мужчина останется перерывом, если он боится вас удерять и хочет вас удерять, ему придется что-то делать. А если ему все равно, он остается как есть и еще вас обвинит в том, что вы качаете твои права. И вот именно так вам и нужно поступить. Специфический ли он человек, конечно, специфический, как и все мы, но его специфика в данном случае не совсем ясна. То, что вы пишете, что вы спите на разных половинках кровати, а вы отдыхаете, в смысле вы спите или как, это вот не совсем ясно. Но, тем не менее, можно сказать, что мужчина определенно прислушивается к своей маме, раз он живет не столько времени, у него не возникло потребности от нее съехать, значит, что он, в общем-то, находится под ее влиянием и, конечно, к ней прислушивается. Это значит, что ваши права, скорее всего, будут ущемлены. И ущемлены достаточно сильно, если вы будете жить вместе. Попробовать, конечно, можно, но я бы не рекомендовал вам, допустим, выходить у него замуж прямо сейчас, или чтобы жить вместе с его мамой. Можно поставить такое условие, если вы хотите замуж, что пусть будет отдельно, отдельно жить. Я думаю, это абсолютно нормальная реакция, нормальное желание, с учетом того, сколько лет мужчины. И вы имеете полное право этого требовать, вы имеете полное право считать, что если вы выходите замуж, то, что у вас надо подсвоять свое хозяйство, свою жилплощадь, где вы сами, как бы, хозяйка этому всему, а не делить хозяйство вместе с мамой и мужчиной, которая может быть сколько угодно хороша, но конфликт интересов с ней вам обеспечен в любом случае, просто потому, что вы будете пересекаться на одной жилплощади. И вам это не нужно, это лишняя нервоплама, это лишняя нервотропка мужа, это лишние ссоры, скандалы между вами, что ничего хорошего, в принципе, не даст. Так что, что делать, решать вам, как бы собак решать вам, и надеюсь, мой ответ вам немножечко помог, если какие-то вопросы остались. Обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше, пожалуйста. Буду вам очень благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи!